Компонент проекта усиления социальной сплоченности и интеграции временно перемещенных лиц в Восточной Украине, которые начинают реализовывать в Харьковской области, нацелен на развитие услуг раннего вмешательства для детей в возрасте до 4 лет. Программа предполагает трансформацию принципов работы профильных учреждений, обучения специалистов и направлена не только на ребят с инвалидностью, но и малышей из групп РИСКа, к которым в том числе относятся и переселенцы. Но поскольку мы говорим о том, что мы смотрим не только на ребенка, мы работаем с семьей, то мы должны думать, какие потребности у семьи возникают. И по нашим данным, и по данным мировым, безусловно, это потребность в информации, это потребность в психологической поддержке, это потребность в обучении родителей тому, как вообще быть с ребенком в реальной, естественной, ежедневной жизни, как накормить, а дети и так далее. Представители ЮНИСЕФ отмечают, важным элементом реализации проекта на Харьковщине станет сотрудничество профильных департаментов облгосадминистрации в работе по трансформации домов ребенка. Изменения коснутся четырех учреждений области. Путь трансформации неизбежен. Мы, понимая, что, имея поддержку департамента, имея поддержку областных властей, огромное вам спасибо, имея партнеров, с которыми мы имеем уже многолетний опыт работы, почему не Харьковской области, почему не попробовать, не показать всей Украине, что мы можем объединить усилия и власти, и гражданского общества, и родителей, и наших маленьких пациентов, почему не показать пример Украине. Всего на реализацию проекта в пяти областях Украины детский фонд ООН готов выделить около полутора миллионов долларов. Нам удалось договориться, чтобы база, которая будет подготавливать специалиста, была в Харьковской области, чтобы наиболее мощный проект с покрытием как можно большего количества детей, деток, у которых есть специальные потребности, было тоже в Харьковской области. И уже в сентябре месяце начнем обучение, в котором будут привлечены специалисты со всех областей Украины, а также с Харьковской области для того, чтобы обучить около 400 специалистов. Процесс подготовки специалистов будет длиться до июля следующего года, а новые услуги в сфере раннего вмешательства будут доступны уже в течение двух лет. Надежда Тофан, Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...